Ходят упорные слухи, что Роскомнадзор собирается закрыть YouTube для России. Это уже не первый раз, когда об этом начинают говорить в сети, и мое глубочайшее убеждение заключается в том, что рано или поздно они все равно своего добьются. На этот раз они давят на Алексея Навального за его ролик о деребаске и рыбке, и точно с такой же аргументацией давят на Дурова и его Телеграм. Пытаются, пытаются, но рано или поздно добьются под любым предлогом. И поэтому в связи с этим я хотел бы поговорить с моими подписчиками. Я так понимаю, что раз вы находитесь на YouTube, то уже с трудом представляете себе жизнь без него. Действительно, YouTube стал практически безальтернативным источником информации по любому поводу. Сейчас практически каждый третий ребенок рассказывает о игрушке, которую ему купили в YouTube. Такое ощущение, что все владельцы кошек, собачек, птичек, хомяков делают целые сериалы о своих любимцах. Бабушки делятся рецептами пирогов, женщины делятся секретами рукоделием, мужчины показывают, как нужно починить машину и так далее. Здесь можно найти любого писателя, любого знаменитого публициста. Каждая более-менее уважающая себя звезда имеет свой официальный YouTube канал. Здесь же рекламируются фильмы, музыка. То есть уже абсолютно невозможно представить свою жизнь без YouTube. И кажется, что ему просто не может быть альтернативы. Вы знаете, я помню времена, когда YouTube только начинался. И тогда это было очень скучно. Мне казалось, что YouTube существует только для подростков. Лично мне, взрослому человеку, там смотреть было решительно нечего. Буквально за последние 5-6 лет YouTube превратился в то, во что он превратился. А так как в природе всегда существуют неизменные законы, которые имеют силу на все, что нас окружает, то я уверен, что не всегда будет так, что YouTube будет безальтернативный. Это просто невозможно. Просто невозможно, чтобы что-то существовало без конкуренции. Ибо в конкуренции заложен принцип развития. Поэтому мы можем с абсолютно точной уверенностью сказать, что YouTube не всегда будет существовать один. Это лишь его начальный этап. Меня, кстати, часто просят о том, посоветовать какие-то интересные фильмы к просмотру. Вот в этом ролике я посоветую два. Кстати, ролик будет очень длинным, но я надеюсь, что вы досмотрите до конца, потому что, может быть, в конце этого ролика вы примете решение, способное изменить вашу дальнейшую жизнь. Я в этом почти не сомневаюсь, потому что никогда не советую того, что не спробовал сам. Первый фильм, который я хотел бы посоветовать, назывался в немецком прокате «Дуэль де Брюда». Это дуэль двух братьев, основателей знаменитого спортивного концерна «Адидас». История двух братьев – Адальфа Даслера и Рудольфа Даслера. Один – самоотверженный сапожник, ничем не интересующийся, кроме как толщины подошвы, веса каждой пары обуви, толщины носка и мечтающий создать самую лучшую, а самое главное – самую легкую спортивную обувь. Другой – ничем особым не интересующийся, ленивый, но человек, способный продать любую вещь. Торговец до мозга костей. И вот такой удачный союз принес им многомиллионное состояние. Дальше через какое-то количество лет происходит конфликт. Я бы сказал, включились природные законы. То, что всегда случается в капиталистическом мире, когда нет развития без конкуренции. В один прекрасный момент братья рассорились, не смогли найти общий язык. И в противовес созданной Адельфом обуви, Рудольф создает похожую марку, которую называют Ума. После их смерти соперничество подхватывают их дети. И до сих пор оба концерна считаются конкурирующими. Найдите этот фильм, не пожалейте. Сделайте, как у нас говорят себя, чуточку умнее и будете знать о истории знаменитой марки. Второй фильм, который я бы посоветовал, называется «Скрытые фигуры». Я очень люблю голливудские фильмы, основанные на реальных биографических событиях. В основе этого фильма – история трех темнокожих женщин-американок, достигших необыкновенных высот своей карьеры в то время, когда еще в Америке существовала проблема с расизмом. Все три стали национальными героинями. Одна из них была ведущим инженером, другая стояла у истоков возникновения компьютеров, ну а третья была выдающимся математиком. Все трое работали в секретной программе НАСА. Это именно тот период, когда США плотно конкурируют с Советским Союзом за право вывести своего космонавта в космос. Почему я советую этот фильм? Потому что там очень четко показана внутренняя кухня НАСА, как американцы стараются, как они работают над этими программами и как они в конечном счете разочарованы, что не успели, что русские смогли первыми запустить своего человека. Но самое главное, что показывает этот фильм – эти две индустрии – космические и в Советском Союзе, и в США – могли развиться до таких пределов именно потому, что находились в постоянной жесткой конкуренции. И американцам удавалось оттянуть деньги от Конгресса на свои программы, и русские добивались того же от своего правительства. Если бы у обеих этих стран не было желания быть именно первыми, во что бы то ни стало, то, может быть, до сих пор мы стояли бы у самых истоков. Опираясь на два этих примера и не только, можно с уверенностью сказать, что Ютуб не останется в одиночестве. Тем более, что альтернатива ему уже появилась. Конечно же, Ютуб за время своего развития смог привлечь максимальное количество очень крупных рекламодателей. И теперь он может оплачивать своих блогеров относительно хорошо. Почему я говорю «относительно»? Потому что практически все блогеры последнее время жалуются на то, что с оплатой их работы на Ютуб дела становятся все хуже и хуже. Последний мой ролик, который был удален на Ютуб, ссылка на него под роликом назывался «Давайте поможем Путину». Удалили его по причине, как мне написали, «оскорбление личности». Так вот, пожалуйста, посмотрите этот ролик, где я рассказываю о позиции женщины, поддерживающей Путина, и были ли в этом ролике реальные оскорбления. Вот что я хотел рассказать. Вот это мой канал, и прежде чем я отправился в бан на две недели, на меня начались репрессии. Я уверен, что это произошло после вот этого ролика «Железная кукла Путина». Собрал он довольно быстро 300 тысяч. Затем тут же начали его прессовать. И вот после этого ролика, включая его самого, раз, два, три, четыре, наложена масса различных ограничений. И, естественно, они не монетизируются. Наложены возрастные ограничения. Здесь посчитали, что сцены насилия. Хотя проблема это есть. Собак действительно убивают в России. Но вот показывать, что трупы эти сбрасываются в городской черте, оказывается, нельзя. Ну и еще, что я хотел показать по этому поводу. Вот, например, смешное ограничение. Вот этот ролик «Страх не способствует развитию Виктора Шендурович», на него тоже жесточайшим образом наложили возрастное ограничение. Знаете почему? Потому что в оригинале эта статья звучит как «Страх не способствует потенции». И здесь сначала было написано «Потенция». Его тут же закрыли. Я изменил название на «Страх не способствует развитию». Никакие ограничения не сняли. Все происходит автоматом. Дальше. Следующий ролик «Политическая импотенция» и опять же «Запрет». То есть абсолютно литературные слова, принятые во всех письменных источниках, как «потенция» и «импотенция», в YouTube это уже достаточно для того, чтобы ролик не монетизировался. Это не просто ограничения, понимаете, господа. Это попытки под любым предлогом сделать так, чтобы твоя работа не оплачивалась. Вот сам мой канал. 19 миллионов, почти 20 миллионов просмотров. 46,721 тысяч подписчиков. Почти 47 тысяч подписчиков. И интересный заработок. 248 долларов, господа. Это в евро еще меньше. Вот если блогер такого среднего звена, как я, при 47 тысячах подписчиков зарабатывает в месяц 250 долларов, это никак нельзя назвать хорошим заработком. И это еще одна причина, по которой YouTube рано или поздно закончит свое существование. Потому что альтернативные источники будут играть на этом недостатке. Они попытаются другим людям предоставить больше заработок. И этим самым будут заинтересовывать людей выходить из YouTube и обращаться к ним. И если YouTube не пересмотрит свою политику, а скорее всего они этого не сделают, потому что у них слишком большой диапазон, слишком много блогеров, то неизбежно материальный вопрос станет одной из мощных движущихся сил от YouTube. И здесь нужно вспомнить еще один природный закон, что океаны и моря наполняются за счет малых рек и ручейков. Иссыхают ручейки, мельчают реки, в конечном счете исчезает целое море. Конечно, это не произойдет за один день, и это не произойдет за несколько месяцев, но через несколько лет это может действительно оказаться ощутимым. Я надеюсь, что вы поняли, что я не жалуюсь, а лишь пытаюсь показать реальную картину. Из тех роликов, которые я сделал, процентов 70, а может быть даже и больше, не монетизируются вовсе. Кстати, YouTube-блогеры большинство недоумевают. Если ты получаешь такое замечание, как этот ролик не подходит большинству рекламодателей, тебе не объясняют, по какой именно причине он не подходит, для того, чтобы ты мог исправиться. Тебе просто высылают это предупреждение, и тем самым твой ролик не монетизируется. Уже давно все поняли, что это своего рода отмазка. YouTube давно уже взял политику на то, что, как они говорят, если ты хочешь хорошо чувствовать себя на нашем канале, ты должен создавать контент, который можно легко посмотреть с пятилетним ребенком. Но это ерунда. Зрители YouTube состоят не только из детей, но и из взрослых, которые бы хотели обсуждать серьезные, животрепещущие темы. Чем больше YouTube будет становиться жестче, тем быстрее будет набирать силу его альтернатива. Итак, ближе к альтернативе. Это созданный совсем недавно канал Вьюли. Честно говоря, даже сами англоязычные до сих пор немного спорят, как же его на самом деле произносить. Некоторые говорят Вьюли, некоторые говорят Фили, некоторые говорят Вьюли. В русском варианте он чаще звучит, как Вьюли. Я бы хотел, чтобы вы сейчас не отмахивались и не думали так, ах, мало ли что возникает на просторах YouTube. Нет, господа, это более чем серьезно. И поэтому я сказал в самом начале, решение перейти на этот канал или, скажем так, параллельно, периодически заходить на этот канал может изменить вашу жизнь. Дело в том, что создатели Вьюли взяли во внимание все негативные моменты, связанные с YouTube и решили исправить их на своей платформе. Да, и тут очень важный момент. Вьюли находится на платформе блокчейн. У меня нет сейчас времени объяснять, что такое блокчейн. Те, кто хоть что-нибудь когда-нибудь слышал о биткоине, те знают, что блокчейн – это такая сложная система, а информация передается от блока к блоку. И тем самым создаются условия практически невозможного тотального контроля. Другими словами, ролики, которые будут выкладываться на Вьюли, будут относительно свободны. Конечно, там тоже есть условия сообщества. Ну, например, полностью запрещена порнография или детская порнография. Точно так же жесточайшие сцены насилия. Ну и на этом, в общем-то, все. Вы можете говорить на любые темы, в отличие от YouTube. Дальше они сделали самый главный ход. На Вьюли зарабатывают не только блогеры, но и зрители. Вот это очень важный момент. После моего ролика, так как я не хочу затягивать его на 2 часа, под роликом находится рекламный ролик Вьюли на русском языке. Можете его посмотреть и поймете о программе Вьюли еще больше. Там доступно говорится, что любой человек, который зарегистрируется на Вьюли, получает свои условные начальные единицы Вью. Это такие электронные деньги, стоимость которых только повышается. Я хорошо помню момент, когда появился биткоин. Как мы все отмахивались и говорили, что это полнейшая ерунда. Но тем не менее, те, кто тогда в 2009 или 2010 купили хотя бы 100 биткоинов, через какое-то время стали обладателями миллионных состояний. Сейчас мы не можем сказать, что Вью не разовьется, потому что канал Вьюли активно развивается. И стоимость этой монетки растет с необыкновенной скоростью. Опять же, у меня нет времени показывать, как это происходит. Очень много блогеров внимательно наблюдают за Вью. Если вы просматриваете ролики на YouTube, вы просто получаете удовольствие от самого контента и от общения со своими друзьями. И с блогерами, к которым вы привыкли. Если вы просматриваете контент на Вьюли, вы зарабатываете вместе с блогером. Каждый просмотр, каждая комментария, каждый клик оценивается. Через какое-то время, через неделю, вы вдруг обнаруживаете, что ваши 10 тысяч условных единиц Вью увеличились. Итак, самая главная информация. Снизу под роликом первой будет референтная ссылка. Если вы заинтересовались этим, перейдите по этой референтной ссылке и зарегистрируйтесь на Вью. Я открыл там параллельный канал. И не только все свои ролики постепенно перенесу туда, но и буду выкладывать туда более жесткие ролики, которые гарантированно на YouTube не проходят. Если кто-то еще сомневается, скажу вам, что на Вью из политического сегмента я уже видел Камикадзе, Шаря, реальную журналистику и также Алексея Навального. Все, кто смотрит в будущее и понимает, что Роскомнадзор рано или поздно может прикрыть YouTube, уже постарались забить себе места. А теперь самое главное, что я хотел бы вам сказать. Господа, мои дорогие подписчики. Если вы когда-то мечтали быть блогером, ну, например, вы хотели бы рассказывать о музыке 90-х годов или делиться какими-то кулинарными рецептами, а может быть рассказывать о косметике, вы прекрасно понимали, что если вы откроете сейчас очередной 2025 канал о косметике на YouTube, вы будете находиться на какой-нибудь 24-й странице по поиску и вас никто никогда не увидит. Если же вы сейчас откроете свой канал на Вьюле и будете просто тупо переносить контент с YouTube на Вьюле, вы начнете зарабатывать свои собственные деньги. Мы сейчас не можем сказать, какая ценность Вью будет через 1-2 месяца, но мы можем быть абсолютно уверенными, и это говорят все эксперты биржи, что Вью обязательно станет дорогой через год-два. Поэтому за это время, вот в эти год-два нам нужно занять самые лучшие места на этом новом корабле. А если вы сомневаетесь, вспомните, о чем я говорил в начале этого ролика. Существуют законы природы. И по этим законам природы всегда, каким бы казалось, не ограничено мощным то или иное событие, та или иная организация всегда появится мощный конкурент. Если конкурента нет, значит что-то не так. Значит явление начнет деградировать. Если есть конкурент, есть развитие. Поэтому мы абсолютно четко понимаем, что у Ютуб будет конкурент. И я уверен, что этот конкурент уже родился. Я призываю вас не упустить момент. Да, там есть еще недостатки. Например, нельзя перенести неограниченное количество роликов. Понятно, почему организаторы это делают. Для того, чтобы люди чаще туда заходили. Их цель сейчас создать как можно больше контента и привлечь как можно больше зрителей, а за этим, естественно, серьезных рекламодателей. Как только им удастся заинтересовать серьезных рекламодателей, наши заработки вырастут там в разы. И тогда возникнет вопрос. Придете ли вы туда 200-м блогерам рассказывать о кошечках или собачках, или вы будете самым первым в этой теме? Если вы серьезно наблюдаете за ситуацией, то вы понимаете, что работа блогера, так или иначе, в следующие 10-20-50 лет станет одной из самых ведущих. Потому что мы все хотим обмениваться информацией. Я занимаюсь политикой, но тем не менее, я с удовольствием смотрю блоги о путешествиях, об искусстве, я слушаю музыку. Я смотрю юмористические блоги об анекдотах, шутках и так далее. И так каждый из нас. Поэтому каждый человек, даже если он является блогером, он все равно является активным зрителем других блогов. И поэтому эта сфера заработка фактически не имеет границ. Итак, повторяю, перейдите по референтной ссылке, зарегистрируйтесь, это займет у вас 3 минуты. Откройте свой собственный канал, ну или даже если нет, оставайтесь зрителем на вьюле. Там же я выложу свой ролик, который у меня на YouTube заблокировали и убрали. И повторяю все свои остросюжетные ролики, например, о теме истории Великой Отечественной войны, либо о темах расизма, антисемитизма. Я буду переносить туда, по той самой причине, что здесь на YouTube они будут сразу заблокированы. Ну и на случай, если Роскомнадзор все-таки закроет YouTube, тогда вьюле останется единственной реальной альтернативой. Надеюсь, мне удалось вас убедить, что в этой жизни на каждый Макдональдс найдется свой Бюргакинг, на каждую колу своя Пепси-кола, на каждый Адидас своя Пума и так далее. Господа, мы сейчас наблюдаем возникновение альтернативы YouTube, и нужно успеть занять на этом корабле самые удобные каюты. Я желаю вьюле счастливого плавания и надеюсь оставаться на его борту, приглашая вас отправиться в этот вояж. Пока, до встречи на вьюле.